Вспомни самый яркий эпизод насилия. Сколько тебе там лет? Может, лет 12, наверное. Хорошо. А папа выпивал? Да. Хорошо. Представляешь это? Угу. Папа пришел пьяный, начинает хулиганить. Ты дома находишься, в том теле, маленьком. Это сознание нынешнее. Погружаешься туда полностью. Ты там. Переживаешь это в теле. У тебя желудок здоровый? Проблемы были. Из-за этой ситуации у тебя желудок просто сжатие. И ты пока сидишь, как практик, вы тоже понимаете, что я и рассказываю. Вы для себя просто алгоритм берете. Ты сканируешь свое тело. Ты чувствуешь, где у тебя сжимается, где у тебя напрягается. И примерно ты понимаешь, как изменилась твоя психофизика, изменилась твоя жизнь после того, как это случилось. Как после этих ситуаций, как оно тебе изменило. У тебя напряжение постоянно. Ты как будто даже во сне кулаки сжимаешь. То есть у тебя зубами скрежещешь. У меня очень часто сон, как я отвечаю. Потому что не ответила. Хорошо. Сейчас. Папа хулиганит. Ты встаешь. Здесь мы можем менять наш сценарий, как хотим. Можем выдерживать. В данной ситуации мы не будем это выдерживать. Ты подходишь и начинаешь бить папу. Сильно. Прямо отпизди его. Прямо как будто бы ты уже не ты. А я не знаю, самый сильный, не знаю, воин на свете. Самый сильный мужчина. Не знаю, кто угодно. Хоть Халк. А где шахт? Как ей захочется себя представить. Даже убить могу? Можно. Прямо по-честному. Прямо ебожишь со всей ненавистью. Если начинает тошнить, ну неважно. Прямо из сердца действуешь. У тебя сердце тоже закрытая. Попускай. И в этот момент, пока бьешь, кричишь. В своем воображении проговариваешь это. Еще. Еще. Ты могла сейчас закричать? Нет? Не хочешь? Хорошо. Просто как говоришь там тогда, но по полной. Прямо визжишь. Потому что вот здесь у тебя все забито область. У меня сейчас хотят пускать этого. Ну да, уже сейчас получше. Еще кричишь. Прямо с криком его мочишь. Молодец. Ага. Чувствуешь, как тело наполняется энергией? Супер. Ага. А теперь посмотри по чувству, вот когда ты это делаешь. Все хорошо. Салфетки. Все хорошо. Бьешь, бьешь. А теперь посмотри внимательно. Когда ты это делала, ты была собой или мамой? Кто это делает? Ну, просто я. Смотри. Ты за маму это делала. Когда я ее защищаю. Да, ты в своем теле собрала и себя, и маму. И пытаешься ответить. Конечно, он меня не трогал. Да. Чувствовал себе какую-то силу. Да. Я знала, что… Ну, вот и его дочка, он не стал его тебе трогать. А мама, проявляя свою терпилу… Она сама его доставала. Я недавно видела, как раз ехала в поезде, видела эту ситуацию. Ну, ты когда маленькая, ты этого не понимала. Перестань выходить во взрослую позицию здесь. Ага. Ставишь перед собой маму и папу. Говоришь, мам и мама, я маленькая. Я больше не могу это нести. Это была твоя жизнь. И прямо представь, что у тебя в руках такой огромный шар. И начни с тела выдыхать в него энергию, которую ты тащила все эти годы за нее. Это были ваши игры. Я не могу в них больше участвовать и поддерживать тебя. Тогда я не понимала, что тебе само это нравится. Что так ты себя чувствуешь нужной, чувствуешь связь с папой. Ну и выдыхай. Отдай ей. Положи к ногам, когда уже все выдохнешь. Еще там есть немножечко. А у тебя были какие-то животные? Да, много разных. Ну, вы там в то время в квартире? В тот момент не помню. Ага. Ну, хорошо. Ну, ты как будто бы очень любишь этих животных. Все время собираешь их. Ну, какое-то ощущение, что все время рядом какие-то есть пяти. Они все время уходили как-то странно. Как будто забирали. Напряжение твое забирали. Нормально. Все, отдавай маме шар. К ногам просто положи. Отойди в сторону. Начни дышать теперь своим телом. Просто представь, что как раз сейчас мы можем пригласить, как говорит Виктория, сил больше, чем ты. Представь, что есть какой-то источник света, который больше, чем ты. Он сверху заливается в твое тело. И вдыхай в область сердца, во все тело. Распределяй свет. Папа стоит. Говоришь ему, я твоя дочка, я маленькая. Теперь я вижу, что это ваши с мамой отношения. Что я всегда была в безопасности. Ага. Я иду своим путем. Вы оба есть во мне. Но я выбираю свою жизнь. Теперь мне не надо никого спасать и никого бояться. Чувствуешь, как у тебя круг тела оболочка появляется? Угу. Угу. Хорошо. Все, ты самостоятельная. Ты вышла из этого треугольника. Поздравляю тебя. Можно и накатить. Чувствую, что я не прожила до конца. Я поняла, что я защищала свою маму. Ты не защищала маму, ты была мамой. Как бы ты хотела бы, чтобы мама себя вела. Да, точно. Точно. Я в какой-то момент это отпустила. Я сказала, да, ты сама это себе создала и ты это проживаешь. Ты сама ничего не хочешь менять. Потому что я тогда уже не понимала, что, блин, ты чего ты это вообще все нафиг терпишь? Давай уйдем, бросьте нафиг. Она там цеплялась за квартиры. Это херня у всякого, блин. Ну, понимаешь, это не твоя позиция осуждать маму в том, потому что она взрослая, это ее дочка. Да, но я имею в виду с точки зрения ребенка. Да, и ты ей стала, и ты ей стала показывать, что мама, надо вот такой быть. Да, я все время гнобила своего мужа. Да. Я все время, ну, как бы, подстегивала, подъебывалась, так сказать. Да, потому что ты показывала женщину, которая может за себя постоять, которая нельзя обижать. Тебе уже это не нужно. Долго тоже, какого-то отношения не могла найти. Сейчас, как бы, я уже почти семь лет замужем, но я в своем уже не вижу мужика, как бы. То есть он мягкий и так далее. Я все время думаю, ну, как бы, зачем это мне, ну, зачем он мне, как бы. А мягкий, это значит, не мужик? Ну, я все время искала опору в него. Ну, как бы, у меня же получается, как бы, не было, по сути, отца, да, я не чувствовала. Из программы не мужик, из программы, если смотреть, то это не мужик. А если ты сейчас уже выходишь, вышла из этого, ты вышла из этого, ты не думаешь, что ты не прожила, мы уже с тобой сидела вместе, мы вместе с тобой прошли, у тебя появилась вот эта оболочка вокруг тела, ты отделилась уже, все, от этого импланта оторвалась. Блин, я так вот сидела на стуле, меня так зажало здесь, сейчас прям так отпустило. Ну, классно, все, иди-садись. Вот, и мы так же проходим, а потом, по-хорошему, просто составить этот список полярностей, да, мама-папа, слить маму и папу, там, слабая, сильная, добрая, злая, защищаю себя, не защищаю себя, мазохистка, там, садистка, все, что ты там придумаешь, себя найдешь, соединяешь, создаешь смысл, и все, ты на воле. И уже никого не спасаешь. Курс вечный – это мой дар тебе. Ты искала эти знания много жизней, но раз за разом проигрывала, жалко цепляясь за временное. Ты искала счастья в любви, бабках, вкусной жрачке, красоте, сексе, семье, ребенке. Ну и как? Интересно быть конечной? Знаешь, во что бы ты ни играла, что бы ни любила и к чему ни подбирала волшебные таблетки, все игры конечные, кроме твоего пути в духе. Пора разбудить вечность внутри себя. Я принесла эти знания для тебя и миллионов жителей нашей планеты, опутанных сном, но еще способных к восхождению. С помощью моих практик ты познакомишься со своим духом, узнаешь, как совершать проходы в подсознание и очищать его. И наконец-то поймешь, кто ты есть на самом деле и где находишься. На вечных ты сможешь узнать себя настоящей, такой, какой не знал о себя никогда. Кто ты? Кусок мяса? Бот? Расходный материал матрицы? Или речный дух? Пробужденный игрок? Божество? Выбор за тобой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова